МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что это? Это гильза, как мы можем заметить. Да, тут пробит капсуль. Это, судя по юбочке, гильза советская от винтовки Мосина. И таких находок здесь много. Поисковики говорят, это свидетельствует об интенсивности боев. Работы идут медленно, ведь каждый найденный предмет может быть не только исторически ценным, но и опасным. Довольно-таки много хвостовиков от минометных мин, что говорит об интенсивности обстрела наших позиций, наших войск немецкими захватчиками. Зима 41-го года. Юго-восточнее деревни Троицкое. Фашистские войска перешли через Москву-реку и вклинились в нашу оборону. Завязались ожесточенные бои. Были не только артобстрелы, но и боестолкновения. Об этом говорят многочисленные гильзы от стрелкового оружия, которые можно найти по всему лесу. Здесь, возможно, могут быть незахоронены останки бойцов Красной Армии. Почему их не смогли определить в свое время? Это был зимний период, осенне-зимний период, поздняя осень. И они, возможно, остались под снегом. И это главная цель полевого выезда. Поисковые отряды «Китиш» и «Вымпел» аккуратно, шаг за шагом, исследуют территорию, чтобы сделать самую долгожданную находку и выполнить свой долг перед теми, кто ценой жизни защитил подступы к столице. Это все-таки внутреннее чувство несправедливости, недосказанности, неотданного долга. В глобальном смысле мы до сих пор пожинаем плоды этой войны колоссальной, мировой. Больше 80 лет прошло, а мы все солдат хороним. И это наглядно нам показывает всю эту человеческую трагедию. А еще такие полевые выезды нагляднее учебников. Юные поисковики сами на зубок знают историю Великой Отечественной войны и никому не позволят переписать ее.